Добрый день, уважаемые гости нашего эфира! Сегодня в программе «Товароведная покупка» мы, беспощадные эксперты-потребители, поделимся своим взглядом на качество продовольствия товаров. Итак, мы отправились к ведущему в Водовостоке в гипермаркетоварах. Посмотрим, что же предложит ассортимент данного магазина голодным студентам. Даша, ты же теперь будешь получать полученные сюрпризи, давайте побалуемся ненастоящими макаронами. Зачем тебе это в горизонте? Глазак нет. Вспомни отличный совет учителя английского. Искать продукцию с хорошим соотношением цены и качества. Горазинка. Макароны все равно имеют один состав – воду и муку. Так что, альтернатива. Честный продукт. Честный продукт, а не горлит страну уже третий век. Так, что же она нам предлагает эту фирму? Она нам предлагает изделия макаронные из пшеничной муки. Группа B. Высший сорт. Состав. Мука, пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта – вода. И что же предлагает нам твоя замурская диковинка? Кавизонье лазагни. Принвзводство Италия. Макаронные изделия из твердых сортов ченицы. Группа A. Высший сорт. Мука из твердых сортов ченицы – вода. Даша, моя предупреждает качество. Что уж действительно. Тогда мы возьмем альтернативу. Хороший по качеству и доступный вкус. Солния. Также есть рода сортов ченицы. Группа A. Высшего сорта. Сделанные по ГОС. Даша, не забывай, что ты сейчас простой смертный потребитель. Да-да-да. Сними маску товароведа. Посмотрите широкий ассортимент круп. Качество очень хорошее. Никаких посторонних включений. Очень мало неочищенных зерен. Внешний вид и органометические свойства соответствуют требованиям в ВОЗ. А информация о товаре представлена для потребителей доступна. И понятно. Читаемо. Сразу видно, какой эффектрёк у дитя. Посмотрите, как прилавки. В среднем дня уже не осталось почти ничего. А не ежский. Не понятно, почему же он столь покупаемый. Состав весьма простой. Мука, вода, мука ржаная, соло дрожжаное, зерно пшеничное, плечёное, сироп сахарным. Дрожжи, масло растительное. Очень богатые и интересные ингредиенты. Например, сироп. Придает особое свойство, особый вкус хлебу. Ну, а я очень зрительную нахуй. Посмотрим, что же сегодня нам предложено увидеть. Ой, какой он румяный, красивый. Однако не обойдётся и без дефектов. Есть и значительная пригорелая курочка, но ничего страшного. В целом, качество соответствующее. И я возьму ещё тёплый, нормальный. Как бы там ни было, современный ассоциумент хлеба предлагает нам продукцию, которая включает со старт, некие добавки, но, по всей видимости, они безопасные и служат только улучшительными для хлеба. Ой, да-да-да, Даша, ты права. Даша, пошли выбирать молоко. Брысь оттуда. Упаковочки с дефектами. Но они незначительные, поэтому, в принципе, мы можем взять. Ну да, ничего не... А помещение, примеженец вот этой фирмы, моей родной. Однако у них тоже есть небольшой дефект в упаковке. Ну, он допустимый. Даша, смотри, я нашла со столицы здесь изготовлены из нормализованного молока. Тебе это смешает? Да, мне это смешает. Но на самом деле это также качественный продукт, поскольку нормализованное молоко – это всего лишь смесь молока разной жирности. А вот если было бы написано «изготовлено из восстановленного молока», это уже говорило бы о некачественном продукте, изготовленном из сухого молока путём восстановления его воды. Ну, всё. Можно, можно только, если осторожно. Так, сейчас что мы с тобой выберем? Выбор здесь будет непрост. Итак, обычно я ориентируюсь на состав в колбасе локерской. Не забывай, пожалуйста, о том, что у меня нельзя свинину. Состав надо обязательно читать. Ага, тогда наш ассортимент весьма сужается. Тогда мы выберем с тобой куриную колбасу или говяжью. Да, говяжья там была. Посмотрим, что же у нас в составе. Итак, мясной продукт, колбасное изделие, варёное, колбаса, говяжья, категории А. В составе из добавок только фиксатора краски нитрид натрия, а также натуральные специи, соль. Есть гудомот натрия, весьма вредная добавка. Посмотрим разных производителей варёный состав. В данной колбасе сексатор от краски нитрид натрия. Нет ни глюда мотон натрия, ни других вредных исключений. Отличный состав нитрид натрия, взять её. А, здесь свинина есть или нет? Вот такой вопрос. Ты прочитала? Нет, это говяжья колбаса. Если посмотрим именно этот продукт. Некоторые колбасы, когда берёшь, вот написано «довядина», там в составе свинина тоже есть. Это я, надо ещё и состав смотреть. Если они могут только сфитацию допускать, то это да. Нужно проверить. Нет, на самом деле, ничего постороннего нет. Не находит. Брать или не брать? Вот в чём вопрос. Молоко цельное молоко, дизельное сухое, запас. Молоко нормализованность, полиненые запаски. Что ж. Али вот это? Это на самом деле качественнее по составу. Ага. А по внешнему виду вот это? А на самом деле, если вид, мы не можем определить, потому что здесь непрозрачный вкус. Да, нес небольшой дефект, но он вообще не значимый. Поэтому я выберу качественную продукцию. Уже нет дефекта. Качественные продукты. Заключение несоответствующей перевозки и приёмки товара. А пока очень не соответствует качеству. Ничего себе. Смотри, какие они суровые. Ах, как получится сока. Но сейчас современные все пакетированные соки задержат очень много сахара в составе. Давайте же посмотрим на пояс на родственнике. Прибираем товар из ассортимента нектаров и сока. 20. В состав персиковое пюре, яблочное пюре, сахар, регулятор кислотности, вода. А объёмная доля соков и пюре какая? Доля пюре 45%. Ну да, соответствует данной группе товаров. Хороший нектар. В состав персиковое пюре, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота. Объёмная доля пюре не менее 40%. Соня у нас любитель персикового сока, и она выбирает только этот вкус. Яблочный сок, пюре персиковое, пюре из нектарина, пюре яблочное. Объёмная доля сока и пюре не менее 40%. Мы тоже очень. Моё внимание, поскольку это упаковка. Производитель нам предлагает 100% вкусов. Давайте посмотрим на состав. Содержит сахароприродного происхождения. Данный сок состоит только из яблочного сока, осветлённого, восстановленного. Без добавления сахара. Без добавления консервантов, красителей. Это просто замечательный по качеству продукт. Обязательно попробуем его. Воу! А мы решили опросить случайных посетителей данного центра о том, как же они понимают, что такое качество товара. Итак, девушки, расскажите нам, почему вы выбрали именно данные продукты, и как вы определили качество. Макаронные изделия мы предпочли именно данный товар, потому что мы его можем увидеть полностью визуально. Он не запакованный, нет никаких впредителей, нет каких-то изъянов. Ну и сравнительно с товарным развесом будет дешевле, чем товар посованный. Итак, подытожим. Что же для вас качественная продукция? Для меня качественная продукция – это прежде всего вкусная продукция, также с хорошим сроком годности и без всяких вредных добавок. На этом мы завершаем нашу потребительскую оценку качества товара в гипермаркете «Самбери». Вы выбираете только качественную продукцию и напомните, что от этого зависит ваше здоровье. Не забывайте читать маркировки! Давайте. Добрый... Аааа! А, нет! Девочки, посмотрите, какой большой широкий ассортимент крупы! О, может на «Деволу» кто-то ушел? А сколько это? Ну, я надеюсь, мы не умрем. Ну, а сколько это стоит? А сколько это стоит? Смотри, вот это стоит 29 миль. Это же гречневая краша. Ты не на инстаграм снимаешься! На этом наша потребительская проверка качества товаров в Рэмми, не в Санбери. Закончилось!